And now, from the city of Irkutsk, Голодный Productions presents The Art of Programming Podcast Unique, one-of-a-kind, Siberian flavor in the world of IT Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный Я сегодня не в своей коронавирусной студии, я нахожусь, ну, как вы по заднему фону чувствуете, где-то среди музыкального клуба Хотя нет, это не клуб, это Art Space, это пространство, каворкинг такой внутри Иннополиса И напротив меня, своей широкой спиной закрывая вот эту вот музыку, находится Паша, Павел Всем привет! Из компании JetBrains, ты, конечно Да, я из компании JetBrains, для тех, кто не знает, что такое Иннополис, это маленький наукоград под Казанью Нас сюда пригласили выступать на IT Nights, и мы надеемся, что вы смотрели и было весело Потому что сейчас уже все закончилось, но должно было быть весело В JetBrains я занимаюсь продуктом Big Data Tools Если до этого пойдет, мы о нем поговорим, но, скорее всего, сегодня у нас запланированы другие темы Зато выпуск со мной про Big Data Tools был совсем недавно Да-да-да, это была такая история, поэтому мы сегодня поговорим Ну, как бы, мимо JetBrains про себя нельзя И вообще, в целом, наверное, это один из таких, на мой взгляд, производителей софта, который дает софт ставить на десктоп Ну, и по-честному, надо понимать, что в этом смысле это контрибьютор в такой десктоп-пространство Да Потому что мы знаем, понятно, что у нас сейчас, ну, на моем рабочем столе есть три, наверное, по большому счету Производителя софта десктопного Первое, это очевидно, это Apple Ну, как бы, для тех, кто, так сказать, в Apple экосистеме живет, это очевидно все С ее, соответственно, Objective-C, соответственно, как бы, всей экосистемой фреймворков, которые вокруг этого все построены Есть вторая история, это Microsoft, соответственно, для тех, кто живет в экосистеме Microsoft Там все тоже очень понятно На десктопе, .NET Core, вот это вот все многообразие Foundation, которое вокруг него построено Все, что дает Microsoft, по большому счету, потому что, ну, он победил, естественно, в долгосрочной перспективе Это эпичная была битва, когда Borland все слил, как говорят некоторые, хотя, надо понимать, что это неспроста так произошло Я хочу сказать, что Delphi все еще офигенный язык В смысле, если бы мне сейчас нужно было написать свой десктопный софт, я бы реально взял Delphi Ну, ты понимаешь, это уже не мейнстрим и уже процент естественного паха Он дорогой, но при этом очень красивый софт получается, очень быстрый, с кучей возможностей Особенно, если мы говорим о каком-нибудь мультимедиа, так как на Delphi ты не сделаешь, но Windows only Все еще Windows only Да, это правда И, конечно, это все Embarcadero уже, по-моему, да? Да, если они не продались еще раз, но мне кажется, Embarcadero, да Да, но тем не менее, да, как бы и третье, вот для девелоперов, на самом деле, это важная оговорочка Это JetBrains, потому что многообразие тулов, которые выпускается с точки зрения десктопных тулов Это, как бы, очень важная история, потому что, и, соответственно, Toolbox, начнем с него Все начинается с Toolbox и продолжается куча продуктов, которые вы можете использовать RubyMine, PyCharm, IntelliJ IDEA, флагманский продукт Golden Rider, какой-нибудь Rider for Unity, если вы пишете игры, вероятно, C-Line, если вы пишете на C или C++ Потому что это все тоже про это, это все тоже в тему И, конечно, у нас еще есть некоторая пачка веб-продуктов Utrek, TeamCity Я не уверен, что многие из вас ими пользуются Я надеюсь, что многие из вас будут пользоваться Space, когда он станет популярным Но это уже не десктоп, это уже веб, поэтому немножко в сторону Да, и я почему про десктоп хотел поговорить сегодня Прости, пожалуйста, я внезапно сообразил, что мы забыли одного очень большого и важного производителя десктопных приложений Это компания Adobe, и наверняка у тебя тоже есть, да, и это связано C++ Да, и плюсы, да, естественно, да, да Но тут важный момент, да, кстати, они на Apple, на Mac, на Windows, да Но у них все свое собственное полностью, поскольку это очень старые продукты Были еще во времена DOS, по крайней мере, Photoshop Можно не думать о том, что кто-то из нас готов написать такого монстра, как пишут Adobe У них просто готовая хорошая технологическая платформа, которую они развивают Кстати, очень интересно, что будет под ARM, под новый на Mac Я жду Но они обещали, что все будет Да, ну как бы им деваться некуда, потому что как бы Они не могут потерять аудиторию Да, 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 это очень важная история Но, тем не менее, да, давай вернемся к этой истории Тем не менее, текущие реалии выглядят как У нас есть десктоп, но софта под десктоп нового, в общем-то, не очень много И, на мой взгляд, это какая-то вот было затишье И есть ожидание, у меня есть ожидание, что возможно какое-то возвращение в десктоп И вот давай на эту тему поговорим Что у нас вот в этом направлении есть сейчас в текущем? Слушай, я хотел сказать насчет затишья Мы вообще сейчас же живем в эре терминалов опять То есть раньше у нас в какой-то момент был десктоп, когда у нас стали мощные компьютеры А теперь у нас опять не мощные компьютеры В том смысле, что наш десктоп это на самом деле браузер Это электрон, может быть, или просто браузер И мы заставляем другие сервера для нас что-то считать У себя только интерфейсики рисуем Но тяжеловесный софт так не работает И вот об этом стоит говорить Что то, что не умещается в браузер, должно как-то работать на десктопе Вряд ли Адобе когда-нибудь перенесет фотошоп в веб Это эксперименты, какие-то лайковые вещи Но это не полноценный фотошоп Там есть что-то вроде Creativity Suite, я забыл, как оно называется Там что-то есть Это пакет, это пакет Я забыл, в вебе у них есть свой продукт, я забыл, как он называется Но он не полноценный, не такой мощный, без плагинов, как понятно в вебе Поэтому давай поговорим действительно про десктоп Вот, что у нас есть еще раз Подожди, подожди, давай начнем как бы с электрона Потому что как бы, раз ты уже упомянул Давай поговорим про электрон Я считаю, что это отстрой Потому что? Потому что, черт, он Ну как бы Я даже Я думаю, это религиозное Правильных слов подобрать не могу Ну да, во-первых, это конечно религиозная история Я все не могу смириться с тем, что электрон, ну, во-первых, это бокс, который, как бы, ты, ну, такой, как бы, не особо контролируешь и не понимаешь, что там происходит Не можешь его оптимизировать, он медленный Подожди, там будут ливи, там, что значит, он медленный? Ну, как бы, ты можешь обвинить в медленности JavaScript, но это очень несправедливое обвинение Если посмотреть на то, что сейчас происходит в экосистеме VP8 отличный движок, который хорошо оптимизирует GraphM.js офигенно оптимизирует JavaScript Можно плохо написать на JavaScript, конечно же Но нечестно обвинять движки, в которых уже и JIT появляется И все на свете, что они медленные Они работают очень хорошо И более того, в Kotlin комьюнити есть человек, которого зовут Александр Нозик Который топит прям за тяжелый фронт на Kotlin.js А Kotlin.js, обрати внимание Это не просто ты на JavaScript пишешь со всеми оптимизациями Ты пишешь на Kotlin и транслируешь в JS Для тебя это немножко закрытая штука Ты даже, на самом деле, не знаешь, насколько оптимальный код у тебя генерируется Там работает Reshaking, ну, который DeadCodeElimination в CompileTime Но, в принципе, он говорит, Александр говорит, что это работает очень хорошо У него тяжелые расчеты на фронте Поэтому я не уверен, что это прям плохо Но всегда можно найти что-то, что будет тяжело Ну, типа, нейросеточки у тебя, если ты не уйдешь в натив куда-нибудь Быстро на JavaScript работать не будут Ну, это правда, да Ну, давай, окей, окей, хорошо Есть софт, который мне нужен, я его использую И он написан с использованием электрона И он очень тормозной Вот, как бы, есть люди, которым Java не нравится И им, соответственно, не нравится, что вот IntelliJ IDEA, ну, JetBrains выпускает продукты, написанные на Java, в общем-то, в основе своей И они медленно и жрут много памяти Так вот, по сравнению с электроном, это, как бы, мне кажется, как бы вообще небо и земля Потому что вы своим софтом очень серьезно занимаетесь Очень много оптимизации и всего остального Я прям вижу, насколько много работы вы делаете И в этом смысле, как бы, когда я пользуюсь вашими продуктами, допустим И пользуюсь продуктами на основе электрона Я прям вижу разницу просто сумасшедшую Либо там отсутствует нужное количество экспертизы для того, чтобы написать качественный софт Ну, поверх электрона, да? Либо сама технология не предполагает вот таких вот оптимизаций Мне кажется, ну, я некомпетентен, честно говоря, говорить за электронных разработчиков Мне кажется, что просто чтобы сделать настолько же качественный софт Ты должен вложить столько же человек лет Ну, условно говоря, чуть меньше, чуть больше, допустим, даже на 10% меньше У кого, кроме нас, объективно говоря, есть такие ресурсы Что, чтобы сделать настолько же круто Мы слишком давно этим сделали Ну, то есть, ID отпраздновала 20-летний юбилей Ну, и надо понимать, что вы один из крупнейших контрибьюторов в Swink вообще В Swink вообще, да И у нас есть своя собственная GDK, которая называется, ну, окей Свой собственный GRE, который называется GBR Слишком много экспертизы сконцентрировано в JetBrains Но понятно, что Microsoft себе может позволить примерно то же самое, если захочет Ну, это правда Просто придется еще много лет на это убить Они, конечно, будут контрибутить в WP8 и куда там еще нужно Пока у них не станет так же хорошо За это время мы уйдем еще немножко вперед Я надеюсь Ну, это правда Слушай, ну, смотри Поэтому, конечно, нечестно сравнивать, допустим, и DE написанную на Electrone, и DE написанную JetBrains Но, тем не менее И тем не менее, обрати внимание, несмотря на то, что мы настолько офиге У нас самые лучшие разработчики Swink в мире Я про это говорю очень уверенно Что ни у кого нету Swink-разработчиков лучше, чем у нас JavaFX есть Swink нету Несмотря на это, мы выпустили свой собственный фреймворк для десктопной разработки на Kotlin Который называется Saki Не основанный на Swink Опа! А вот этот я в момент упустил Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну, по крайней мере, насколько мне известно Saki никак не связана вообще даже с Java напрямую Потому что это нативная разработка То есть, условно говоря, у нас есть Kotlin Native Desktop Который, я очень боюсь, сейчас надо набрать слушателям, честно говоря Слушай, ну мы в любом случае ссылочку приложим, чтобы можно было точно почитать Даже если мы что-то здесь немножечко неправильно сказали Можно всегда пойти в шоу ноты, увидеть ссылочку, пройти, посмотреть и, в общем, удостовериться, что это так или не так Да, об этом писал Никита Прокопов Он же Тонский в Твиттере И в Телеграме, по-моему, он тоже Тонский Ну, Тонский, да И все его знают как Тонского Известный персонаж, да Он много ругал IDE Очень приятно, забавно, что он работает в JetBrains Как он такой Одного из топ-сознателей IDE в мире Ну, окей Хорошо Слушай, ну, окей, оставим Котлин, кстати, у Харлова Я был не прав, это все-таки для Джавы Все-таки базируется на Джаве как-то Это Саки, да Ну, окей Хорошо, в любом случае мы в шоу нотах оставим эту историю И можно будет ходить и посмотреть Но раз мы взяли, кстати, говорить про Котлин То здесь интересное событие произошло, мимо которого тоже пройти нельзя Относительно Котлина В там Как это? Поменялся у вас лидер Котлин проекта На самом деле Это сложно говорить Да, действительно Из компании уходит Андрей Брислав Да И главным лэнгвич дизайнером Становится Рома Елизаров Рома Елизаров потрясающий Конечно, да Мы все его знаем Великолепный спикер Глубокая экспертиза Я, честно говоря, думаю, что он входит Либо в топ-100, либо в топ-1000 программистов в мире Я склоняюсь к топ-100 Соответственно, он реально офигенный Я не очень люблю людей с олимпиадным опытом Но Рома так рассуждает, что ты никогда бы не догадался, что у него олимпиадный опыт Потому что он прекрасно умеет аргументировать, как рождается язык Он читал книги про это Он очень хорошо аргументирует Он может строить приоритеты Это тот человек, которому мне не страшно было бы доверить Лэнгвич дизайн на самом деле И вот он им занимается Это очень круто Тем временем Раньше все концентрировалось в Андрея Так или иначе Бриславе Сейчас все немножко не так У нас есть ходов продукт Это Егор Толстой, например Он руководит продукт менеджерами И кто-то еще есть на вершинке Какой-то программитки над Котлином Я, к сожалению, не помню кто Но, как минимум, у Котлина еще есть Девелопер 2 кейтс Так или иначе Я думаю, что Катя Петрова, наверное, нет Нет Нет, мне кажется Она точно адвокат, но я не уверен, тем не менее, она адвокат Слушай, тут тоже интересный момент Вот эта смена Понятно, Брислав в последнее время Стал больше времени уделять некоторым социальным таким явлениям Все мы помним бомбически его Ну, один из бомбических докладов по поводу девочек Зачем нам нужно уделять внимание Воспитание именно девушек-программистов Хороший, кстати, доклад Очень аргументированный И с ним некоторые могут поспорить Но, тем не менее, он очень такой глубокий И заставляющий многих людей задуматься об этом Выстраданный Если мы, кстати, найдем ссылочку То положим в шоу-нот Можно будет посмотреть этот доклад И возобновить, вспомнить На Team Lead Conf, если мне не изменяет Понимаете, был этот доклад Да, по-моему, на Team Lead Conf был, да Где-то через полгодика, наверное Да, но я думаю, ему нужно отдохнуть У него были тяжелые 10 лет Это последняя разработка Котлина С нуля и до очень мочевого состояния Поэтому, ну, я не удивлен Человеку нужно отдохнуть Я бы на его месте хотел отдохнуть Слушай, ну давай зафиксируем Вообще достижение Котлин в мире Давай Ну, во-первых, язык сам по себе состоялся Он так или иначе летит И он задобчен каким-то количеством банков Каким-то количеством крупных организаций И будет задать, что мы над этим работаем Теперь Топ-язык на Android-платформе На Android-платформе, да Ну, это главное, я считаю Это достижение, на самом деле Это главная победа Да, спасибо за помощь Google Ну, конечно же Они поверили, впустили И в некотором смысле это же Они побоялись, они вот этой вот истории с Java Потому что, как бы, мы же понимаем, что Вообще это уход из-под удара Я, честно говоря, думаю, что У них теперь есть всегда план B Даже если с Oracle Сейчас же последние уже Последние сутки с Oracle идут Уже дальше некуда Дальше уже некуда, да? Сейчас полный Верховный суд Все, как решат, так решат Так вот Если что-то войдет не так с Oracle Они всегда смогут, если что Выкинуть в стандартную библиотеку одну И вставить другую Это моя гипотеза Я ничего не знаю про внутреннюю политику Oracle Но мне кажется, что это очень удобно Первое, ты избавляешься от Java API Как таковых Делаешь какие-то альтернативные А поскольку уже все на Kotlin Людям даже код придется не менять Потому что ты что-то за каким-то фасадом поменяешь У тебя же и так главные всякие абстракции В андроиде это всякие активити, интенты И все такое К GVM они уже как таковые отношения не имеют Весь этот код можно будет не менять И это потрясающе Может быть у них будет простой migration path Там, я не знаю, если у тебя какие-нибудь есть Трэдпулы На самом деле я считаю, что это феерический продолб Oracle, если честно Ну то есть потому что Посолится с Google Ну да, посолится с Google На такой как бы очень минорной истории И посолится очень сильно На этом можно очень сильно заработать Понимаешь? То есть я в некотором плане Если они заставят Google заплатить За каждый девайс На котором установлен андроид Google отдаст очень много денег Да, но это одноразовая акция То есть как бы И после этого Google еще погорит Потому что им придется срочно что-то менять Или продолжать платить Ну то есть как бы Либо они будут продолжать платить А быстро поменять это все равно не получится Ну так или иначе Ну смотри там Ну как бы да Что я думаю про Ларри вообще? Ну я ничего хорошего про него не думаю Я не думаю, что поглощение сана было сделано хорошо О, это да, некрасиво И не только некрасиво, но еще и немножко глупо Ради чего купили сан? Ради железа Где сейчас сановское железо? Никто не знает Ну в смысле Оно не является супер популярным И в итоге Oracle сейчас живет на своей базе данных Как и было раньше И на саппорте базы данных Java для них не является супер приоритетным продуктом Там не так уж много разработчиков И что, у них облако Если бы Ларри задумался об облаке тогда же Когда это сделали все остальные Они были бы намного выше, чем сейчас Много выше, конечно Так что как бы Oracle не может похвастаться Кажется, историей офигенных решений Но они могут заливать проблемы деньгами И у них это неплохо получается Они умеют получать деньги Ларри в этом супер молодец И они могут их как-то использовать Как считают нужным Мне ли их судить, когда они в плюсе, а я нет? Слушай, ну вот мне на самом деле очень жалко Потому что Sun Microsystem это, конечно, был Не знаю, какой-то Домашняя штука, да? Очень такая мягкая такая компания Которая очень здорово интегрировала Создавала продукты В том числе и в Open Source Очень много контрибьютировала И вообще создала Ну, мне кажется, много Солярис же огромный вклад сделал когда-то И где Терри Солярис? Есть OpenSolaris, есть Project Indigo Но я даже не знаю никого, кто ими пользуется Спасибо за ZFS ZFS вообще великолепная вещь, конечно Должны ли вы сказать для наших слушателей, что это такое? Нет, я думаю, что наши ребята знают А кто не знает, тот, конечно, пойдет и посмотрит Потому что это, ну, история про В некотором смысле версионную файловую систему Надежную Надежную, да По-моему, это была одна из самых первых таких разработок Которая была, может... Она единственная до сих пор офигенная То есть, смотри, она портирована на Linux достаточно давно Ее никогда не примут в ядро, как известно Потому что... Потому что есть по рецензионной политике Да Потому что мы не уверены, что она навсегда останется бесплатной, открытой и доступной Это правда И, тем не менее, многие люди себе ее устанавливают и делают ее рутовой Потому что это очень безопасно Какие есть альтернативы? В ТРФС В ТРФС то же самое, как бы по задумке Но работает намного хуже, чем в ЗОУ В ТРФС он Linux Поэтому я не знаю никакого продакшена, который живет на ВТРФС А тут мы портировали аж файловую систему с другой операционной системой И ей пользуются в продакшене По-моему, это невероятное достижение, честно говоря Очень круто Так, ну что мы имеем, да? Давай вернемся обратно Дестоп Не, подожди, мы должны закрыть все истории вокруг Котлина Потому что, как бы, очевидно, что большим достижением является интеграция со Spring Потому что эта история, Spring поверил, ну, комьюнити Spring поверил Ну, ВМВ, неважно Да, что типа Котлин, это да, это мощно и это имеет смысл Да То, что мы сейчас видим со стороны Джоша Лонга Это как бы, это же рупор, как бы, Spring комьюнити Да, его все любят, его все знают Очень многим нравятся его доклады, многие на него смотрят И он говорит, что надо продолжать внедрять Котлин Надо понимать, что здесь очень много заслуги JetBrains И несколько, с моей точки зрения, меньше пивотал Потому что этот JetBrains казалось, что наш язык должен быть очень хорошо совместим с Java И именно это обеспечило возможность легко интегрировать Spring с Котлином Там, по сути, интеграция-то вся простая Ну, то есть, как бы, если в код пойти, то никому не пришлось писать дополнительных тысяч срок кода Как пришлось бы сделать для Scala, чтобы поддержать Котлин Там очень простые дополнительные ветви Типа, а если у нас доступен такой-то класс, тогда мы Это значит, что Котлин доступен Это мы, значит, можем инферить на лобилити Выводить на лобилити какого-нибудь поля Просто потому, nullable оно или не nullable Да, и все Потому что в Котлине это объявлено И все И это работает на валидации Мы же постоянно пишем в валидаторах not null А с Котлином это теперь не нужно И это суперпростая проверка То есть, прям, очень мало пришлось приложить усилий Но, конечно же, здесь нужно двигаться и дальше Окей Есть какое-то количество библиотек Корутины Нельзя забывать про корутины Особенность Котлина Когда появится Project Loom в Java, мы не знаем, что будет Но пока что можно пользоваться очень хорошей, продуманной, академической, практически, академически точной реализацией structured concurrency Как это на русский перевести? Структурированная Ладно, structured concurrency С очень красивым синтексисом Многопоточные структуры Нет, это плохо звучит Это не структура, понимаешь? Это структурированная многопоточность Там есть два способа писать structured concurrency Это как делает Котлин И очень похоже делает Go, соответственно Со своим Go, чего-то такое Go-рутинами Альтернативы это Java Util Concurrent Flow Который в Java Мы, кстати, должны вспомнить здесь, что на русский язык переведена книга о конкуренции Да, Java Concurrency in Practice Для тех, кто не знает случайно почему-то И хотел прочитать эту книгу Классическую книгу по структурам многопоточным Потому как вообще правильно писать Concurrency Издательство Питер перевело книгу Java Concurrency in Practice И мы ссылочку приложим в шоу Но, собственно говоря, это, мне кажется, очень важная история Книга великолепная Я считаю, что она достойна того, чтобы каждый разработчик ее прочитал Вероятно, не один раз Да Я почти каждый год, на самом деле, перечитываю Пересматриваю хотя бы Не то, чтобы я прям глубоко вчитываюсь Но пересматриваю на предмет, а вдруг я еще до чего-то дозрел Что мне сейчас может пригодиться И так вот Java Util Concurrent Flow Это реактивный интерфейс Примерно, как было сделано в RxJava Как сейчас сделано в реакторе И у Kotlin есть свой Kotlin Flow Это второй способ реализовать structure concurrency Когда мы понимаем, что происходит И при этом не пишем какого-то сложного многопоточного кода Завязанные на await и осинки и все такое Там все очень понятно, очень красиво Там, конечно, есть проблема цветных функций в корутинах Потому что есть suspend функции и не suspend функции В каком-то месте они сходятся Это знаменитая проблема Про то, что мы, оказывается, не можем весь код честно покрасить каким-то образом То есть сказать, что все асинхронные функции красные А все асинхронные функции синие Ну да Потому что в каком-то месте они должны сойтись И там непонятно, в какой цвет красить метод Тем не менее, реализовано очень красиво У нас одно ключевое слово И магия компилятора, которая для нас делает Очень красивую асинхронность Которую, может быть, когда-нибудь К нам принесет Лум При этом я все еще не понимаю множество вещей про Лум Например, как будет работать Тредлокал Мне это очень интересно Но с моей точки зрения Чего? Ну, не-не-не, все верно, все верно, да И с моей точки зрения Корутины один из поводов попробовать котлин, честно говоря Потому что больше простой многопоточности нигде нету Правда Потому что даже вот если мы говорим Корутины, да Там прям надо серьезно больше знать Про то, как все устроено и работает По сравнению с котлином Я в этом, честно говоря, не уверен Но для меня это даже не так важно Ну, потому что, ну, серьезно Ну, во-первых, я GBM-разработчик в основном И я не очень люблю ГО У них очень мало возможностей Ну, то есть какой-нибудь конкурент хешмэп Из коробки у них нету А та реализация конкурент хешмэп Которая у них есть доступна в качестве библиотеки Это, по крайней мере, раньше Это был мэп под глобальным ютексом Ну, понятно, какой перформанс у этой штуки Так быть не должно Ну, нет, ну, все развивается Как бы, надо посмотреть еще раз Что там появилось Абсолютно, вероятно, все Давно уже не смотрел Да Но, тем не менее Окей, вернемся, как бы, закрывая историю про Котлин Котлин мультиплатформ мобайл нельзя игнорировать Потому что это очень важный для нас проект И мы надеемся, что для пользователей Это важный проект тоже Потому что очень безумно цена возможность Писать общую логику Да, там нельзя написать общие интерфейсы Ну, интеграция с интерфейсами С вообще платформоспецифичной логикой Написано супер красиво Там external, ключевое слово Потом в реализации ты пишешь actual Собственно, реализацию какого-то метода И получаешь прям платформоспецифичный Идеальный код Ну, такой, какой считаешь правильным И это прекрасно собирается Значительную часть логики Понятно, о чем во многих приложениях Можно достаточно спокойно шарить Потому что, ну, большая часть людей Хочет фичу парить между Android и Android iOS приложением И, с моей точки зрения Чуть менее важная Нет, подожди, есть еще две вещи Чуть менее важная штука Это Kotlin Native Desktop А вот это вот мы, да Нет, это не про скиджа Это про то, что ты можешь просто Ну, условно, консольное приложение Собрать на Kotlin А, ну, окей, да Насколько это нужно дискуссионно Если вы любите писать на Kotlin То почему бы и нет Если нет, тогда, вероятно, у вас есть Любой выбор Go, Rust, Java, все что угодно Ну, там вопрос Если вам нужен бинарник Сырая Java вам не подойдет Но, вероятно, можно использовать Grim, Native Image для этого Однако же у нас есть такая возможность Из коробки Но что еще интереснее Мы же serverless У нас есть специальный фреймворк Который мы отдельно хотели поговорить Да И это тоже в некотором плане достижение Мы следим за акрендами И пытаемся вписаться Слушай, ну, в этом смысле Я сам фреймворк еще не успел посмотреть Я вот там взял на себя Некоторые обязательства Все-таки с ним разобраться И как-то позапускать Я так понимаю, что он пока еще Ну, формально Можно попробовать его В АВС А как бы во всех остальных Еще пока облаках нет Подожди, мне кажется Ну, надо проверять Надо проверять Я с ним не работал Потому что я сейчас все-таки Далековато от бэкэнт-разработки К сожалению Ну, вероятно, я найду время попробовать Но по большому счету Это DSL, который абстрагирует тебя Над каким-то количеством штук Над Ктором, если тебе надо Или над Спрингбутом А Ктор не просто так Потому что Котлин собирается В нативные бинари И это главный фокус команды Разработчиков Ктор Ктор на всякий случай Ктор – это небольшой фреймворк Разработка веб-приложения JetPlanes тоже Его разрабатывает несколько человек Ну и понятно Конечно, это не Спринг Конечно, это не Спринг Но это микрофреймворк К которому можно подключить Примерно все, что угодно То есть, как бы на моей памяти Вот мой бывший кухост подкаста Слава Артемьев За один день написал Очень хороший адаптер Кавки Который делал ровно все, что ему было нужно Потому что очень продуманная система плагинов То есть, ты берешь Пишешь extension И все Актор мультиплатформенный Поэтому, если ты найдешь Мультиплатформенный Мультиплатформенный Клиент Кавки То ты сможешь его туда втащить Как мультиплатформенный И сразу собрать свое приложение В нативный бинарик А если ты, например, используешь Kotlin DSL Ой Kotlin DSL То ты автоматически получаешь Serverless приложение По сути Это интересно Приложение заточенное Под быстрое исполнение где-нибудь Слушай, это как бы интересно Какие косты придется за это заплатить Но это мы пока давай оставим За скобками Я думаю, что мне нужно все-таки Больше подготовиться к этой истории Мы вернемся к ней Когда я буду Более в матчасти подготовлен Потому что у меня Есть ряд вопросов Как это все дело запустить Можно ли вот вокруг этого Потанцевать для того Чтобы работать вместе Параллельно, например, со спрингом И, допустим Смогу ли я это запустить Яндекс.Облаке Потому что мне это интересно Может быть, это даже нам интересно Но я не могу говорить Не знаю Окей, хорошо Давай оставим эту тему Ну, в принципе, наверное, да Вот такой большой вклад в язык И Брислав, конечно, вот с таким результатом уходит Это, в общем, достаточно большое достижение Мало кто может похвастаться подобным Ну, Кернигану Ричи Ну, окей, да Любые создатели языков, которые все еще живы Могут этим похвастаться Ну, да, но их, опять же, немного Да, но живых языков Три раза в два я обчелся Ну, да Что у нас сейчас самый крупный? JavaScript, наверное, да? Но это нечестно Самый бурно-бурно растет На самом деле А я боюсь, он уже и самый крупный Самый крупный? Я не знаю Ну, надо проверять Но можно зайти в какой-нибудь рейтинг Типа, те оба и посмотреть Но он точно будет на первых местах Ну, первое, второе, третье, четвертое место Учитывая то, что в одном из последних месяцев Случайно Пайтон обогнал Java Я вообще уже особо ничему не удивляюсь Ну, да, это звучит уже, кстати, немножко странно Но, да бог с ним И страшно И страшно, да, кстати Но это, по-моему, было в октябре Это не за год Это в каком-то месяце Пайтон оказался популярнее А Kotlin занимает Находится на первых ролях Как раз по скорости роста Где-то там в первых местах По скорости роста Это рейтинг RedMonk Он такой меряет И он меряет, он это, кажется, по GitHub Проблема в том, что все очень спорно Теобы спорно меряют Они потому что меряют по вакансии Короче, метрики, как всегда Да, да, то есть Нужно выбирать ту метрику, которая вам нравится И оперировать ей Да, да, да Что, когда я говорю первое место Второе место у Пайтона за октябрь По рейтингу Теобы Многие считают рейтинг Теобы вообще неадекватным Нелеванным, да Хорошо Все-таки давай вернемся к десктопу Потому что у нас эта тема была заявлена Как-то анонсирована И давай вокруг этого всего потанцуем По большому счету Вот у нас есть Мы упоминали Электрон Электрон, да Мы упомянули с Киджи Который наш новый фреймворк Мы, понятно, упомянули с Винг Да Нельзя не упомянуть с ВТ Раз уж мы говорим про Джабу Очевидно, да Я не знаю, насколько он жив при этом Ну и Клиц жив, поэтому так или иначе Да, поэтому Так или иначе он есть В каких еще языках что есть? Значит, есть Питон Питон, да Питон, да, очевидно Куд Qt Да, сам Qt есть Который плюсовый Плюсом адаптируемый Ну, мой раз уж мы сказали про Delphi Ну, окей, пускай будет Delphi Не знаю, кто ли в реальности на нем пишет Да Что еще? Ну, кастомные фреймворки Как у Adobe Это правда, очевидно Да Много кто таких штук делал И причем, мне интересно Я думаю, многие новый софт уже делают на Qt Если надо Ну, типа, если нужен десктоп-интерфейс Очень логично делать на Qt Потому что он на всех операционках Смотрится красиво и нативно Ну, да Больше этим не может похвастаться почти никто Ну, может быть, СВТ К этому приближается Но он не идеально Не идеально Я помню куски Я работал когда-то Пять лет работал с СВТ И, в общем, он неплох Но Но Оставляет желать лучшего Что еще у нас есть? Я что-то вот Rust, Go, новые языки Я не знаю, чтобы у них Что-то на них делали Что-то смотреть Об основном все сконцентрированы На бэкэнде И на Северных каких-то возможностях Потому что мы Мы, в общем-то Планомерно ушли в облака Почему меня эта история волнует? Мы туда ушли Мы туда ухнули И в облаках, конечно, все хорошо Ну, кажется, что Облака нам предоставляют Очень хороший экспириенс С точки зрения Серверных мощностей И это был главный фокус В развитии всех продуктов Потому что мы через облако Получали доступ ко всему И вот Доступ в последнем мире До клиента Она, конечно, сильно сокращалась И, очевидно, это позволяло нам Минимизировать всякие разные риски Но, тем не менее, да Если мы А, ну, соответственно Автоматизация Мимо которой пройти нельзя Тераформ всякие Да, всякие терраформы Клишные Ну, команд-лайн-утилитис Да Главное-то Кто у нас сейчас царь Это докер, конечно Ну, конечно, да Без докера тоже пройти нельзя Слушайте, докер знают уже все Мне кажется Я не знаю Разбуди меня ночью Я скажу тебе Как стянуть контейнер Как запустить контейнер Как порты пробросить Как слинковать Как сеть создать Как волью создать Просто уже это на кончиков пальцев Слишком давно живем с докером И тут важный момент У нас Как бы Вот эти все Для разработчиков Да, если мы говорим То все утилиты Ну, десктопные приложения Мы утилиты все-таки К десктопным приложениям Отнесем, да В некотором смысле Они же Это же средство автоматизации Это не Средство твоей Непосредственной работы Ну, вот так вот Грубо говоря Ну, докер Это средство Непосредственной работы, наверное Ну, блин Так Не поймешь Он и там, и там Потому что Да, окей С одной стороны Мы собираем докер-образы Как просто штуку Которую можно запустить И иметь предсказуемую работу С другой стороны Мы в докер упаковываем Что-то для локальной разработки Потому что нам так удобно И это становится Неследством В автоматизации Мы реально руками Иногда набираем Докер-ран Или пишем докер-компоуз Какой-нибудь файл Да, да, да Но с другой стороны Вот эти Комплайн-коделиты Они постепенно Их какой-то новый рассвет Произошел Помнишь, когда Был какой-то момент Когда Комплайн-тутиллс Были вот прям Знаешь, не в части Я не помню Потому что я Линуксовед Я обожаю баш У меня Я пишу автоматизацию На баш На баш Много разного Много всего То есть, как бы Чуть ли не сайты Могу парсить на баш Я знаю всякие Джейкью Утильты Но я много чего делаю В баше Потому что не так проще Я его знаю лучше Отличная, конечно Вещь Джейкью Это Комплайн-интерфейс Для работы С Джейсоном С Джейсоном Да, библиотечка Очень удобная Это даже библиотечка Прям полноценный Полноценный Критул Который с языком Своим Почти как АВК Только для Джейсона Но я знаю И Седа И Кат И все остальное И из всего этого Собираю пайплайн У меня даже есть Ответы на стак оверфлоу По башу Где Абсолютно дикие комбинации Придумываю Как можно использовать баш Чтобы решить какую-нибудь проблему Мне нравится баш Но я тоже Я замечаю Что в последнее время Возникает все больше Утилит Написанных на новых языках Го И Раст И наверное все Одна утилита Написана на хаскеле Это шелтчек Шелтчек Я прям очень рекомендую Если вы пишете шелтскрипты Зачем-то То обязательно Нужно их прогонять Через шелтчек Он написан на хаскеле Он офигенный В нем куча диагностик Многие ошибки Популярные Он может исправлять сам Может просто репортить Лишние скобки Нехватающие скобки Неправильный синтаксис Еще много чего Очень мощная штука То есть У них прям есть онлайн версия Если не хочется ставить себе локально Прикольно Шелтчек.нет Но есть и клейтул Который можно себе поставить Он написан на хаскеле Аа Но это кажется Единственный тул Написан на хаскеле Который я знаю Конечно же Ansible Написан на пайтоне И много другого софта Написан на пайтоне Это HTTpy Который HTTpy Клиент За место курла Наверняка Еще что-нибудь есть Что я сейчас не вспомню Тулы для Датасайентистов Часто на пайтоне Написаны Для них это очень Очень много Уделяли этому внимание И там конечно Безумно большой мир Вот этих вот Питон приложений Которые там написаны Вокруг всякой автоматизации Наворочена Ну Питон Кстати за это Как второй Как лучший второй язык Он конечно прекрасен Я вообще обожаю Ну мне очень нравится Питон Я раньше не писал на нем Как только я начал на нем писать Я на самом деле влюбился Второй язык Я все еще люблю больше Котлин Но мне Питон мне очень нравится В том плане С какой скоростью ты пишешь код Ну то есть прям Даже с код Это быстрее чем на Котлине Потому что в Пайтоне Есть очень Бэтлес инклюзит Вот Бэтлес инклюзит их Это прям Офигенная фишка Потому что У тебя все есть Стандартные библиотеки Все есть Стандартные библиотеки Работа с JSON есть Я не знаю Скачивать файлы есть Прям в три строки скачиваешь Все что угодно В Java с этим Немножко сложнее У нас пока ты вспомнишь Как синтетекс Из какого-нибудь HTTP URL connection Ну прости господи Ты посидеешь Или еще какой-нибудь GMS У них все намного проще Они очень любят Простые интерфейсы В Пайтоне Очень простые фасады Знаешь что у них В библиотеке есть Вот у тебя есть CSV Но ты не знаешь Какой у тебя там делимитер И в какие кавычки У тебя забраны строки У них есть прям CSV-снифер В стандартной библиотеке Который идет Смотрит на твой CSV И угадывает там Делимитеры И кавычки Это просто Я его на код Инпортировал Или на Java Не помню Потому что мне нужно было В нашем проекте А я не хотел Прям в рабочем Выложил его в гист какой-то И прям затянул его На работе Потому что офигенно работает То есть прям Ты берешь Ты берешь готовое решение Испать На которое там уже есть А у тебя в языке У нас на Java Вообще нету CSV-сниферов Это правда, да Это кстати странно Это казалось бы Нормальная задача И вот почему у них Это есть стандартная библиотека А у нас это вообще Ни в какой библиотеке нет Очень не очевидно Ну вот теперь есть мой гист Где-то на GitHub'е Можно забирать И использовать Если вдруг понадобится Хорошо А можно я еще Прописываю Два слова Я внезапно заметил У меня есть Activity Tracker на компьютере Я его сам себе поставил Чтобы контролировать Не слишком много Не слишком много Занимаясь фигней Если слишком много То думать почему Он называется Activity Watch Это Common Line Tools В некотором плане У нее есть Трей-иконочка А интерфейс у нее Знаешь где? В браузере И сейчас таких много Есть программа Дупликатии Созданная для создания Бэкапов у нее Веб-интерфейс Она написана На .NET Core Кстати Кросс-платформенной Ну кстати Это с точки зрения С этой вот Иконочкой И это Самое популярное Для тех Кто в интернете Сидит Это MUTorrent Или как он там Да По-моему Так называется Торрент клиент Так называется Да Торрент клиент Который вот С буковкой М Да У него Тоже самая история У него сейчас Веб-клиент То есть у него Трей И соответственно Можно скачать нормальную версию У меня нету Виндуса Очень давно Но когда я на нем был Два года назад Можно было еще скачать Нативную версию С обычным интерфейсом По-моему можно старую Но как бы Какая разница Они ничем не отличаются Типа торренты Всегда одинаково скачиваются Да Это правда конечно Но блин Вот Тоже Короче Меня это раздражает Дико Дико Вот это я не понимаю Ну вы сделаете Хотя бы клиент на электроне Ну хотя бы Какая разница Клиент на электроне Это меня конечно Тоже бесит Нет там хоть отдельная Иконочка у меня будет На которую можно Жмякнуть Чтобы у меня Открылось что-то Два старых пердула Слушай Я сейчас слушаю Ну Да Я вообще Я пользуюсь для того Чтобы скачивать торренты Дилюджем У которого Без 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 Дескопной морды По сути Через клиентерфейс И кстати Чтобы скачивать торренты Систематически Блин Говорите про пиратство Не знаю насколько хорошо Не пиратите ничего Никогда Но если вам откуда-то Легально нужно скачивать сериалы По расписанию Как только выходит серия Есть замечательная программа На Пайтоне написанная Она называется Flexget Настройка Ямлом Ее натавливаешь на RSS Говоришь куда тебе скачивать Говоришь где у тебя торрент клиент Все остальное она делает сама Просто магия Мой конфиг выложен на рутрекере Только без пары Ой на рутрекере На На гитхабе Все Все На гитхабе На самом деле Гораздо ближе чем на рутрекере На рутрекере еще попасть Но он заблокирован А тут на гитхабе Выложен И прям Там много Очень много всего Наверчина Уведомления на почту У меня в какой-то момент Уведомления в телеграм приходили О том что что-то скачалось Очень удобно И я больше никогда не думаю О том Как же мне что-то скачать Я С того же самого рутрекера Хочу скачать фильм По секрету вам скажу Я могу указать им магнит ссылку Название фильма И оно само скачается Просто в CSV файлечке Их прописываю Хорошо Все-таки вернемся К нашей разработке Потому что Как бы вот мы И как только мы оказались В этом чудесном новом мире То у нас Да У нас проблема Потому что если мы говорим О Например IDE То Вот было бы Раньше кстати В одно время я верил Что IDE можно запускать В веб-интерфейсе И вообще За этим может быть будущее Так делал Eclipse У них был проект Eclipse Ч Да Да И я думаю Блин Вот может быть Это двинется Вот в этом направлении Потом появилось Несколько интересных проектов Мы по-моему В подкасте Объясняли эту историю Рассказывали Как это работает Это была история Про то что Ты где-то Как SaaS сервис Покупаешь Соответственно Некоторые IDE И с ней потом работаешь И можешь там В группах работать И так далее Вся автоматизация Может быть настроена У тебя в общем очень light клиент Какой-то Но эта тема Мне кажется Чуть-чуть подумерла Неудобно Они неудобные Честно скажем Как бы Мы привыкли В нормальных IDE Если не говорить Про редакторы кода Продвинутые Типа Веб редакторы кода И даже веб IDE Но Совсем недавно Ну как совсем недавно Уже на моей памяти Когда я работал В JetBrains Мне кажется Этим летом Мы зарелизировали штуку Которая называется JetBrains Projector Полностью бесплатная штука Которая выложена у нас на GitHub Доступны все исходные коды Кажется у нас есть Какой-то крошечный Закрытый кусок Но он вам не понадобится Ну если он у нас Для каких-то внутренних Тут потребностей По-моему В общем Я даже не помню Что мы закрыли И по какой причине Мы это закрыли Но вам он точно не нужен Мы открыли все что нужно Чтобы любой человек Мог с этим работать Изначально задумка была такая Что мы хотели Уметь иметь возможность Идею отрисовать в Бравосле Значит Какие у этого есть проблемы Какие у этого есть преимущества Давайте сначала скажем Подожди, подожди Проблемы Мне не нравится Давай начнем с проблем Давай начнем с преимуществ Все-таки Потому что Есть люди Которые ездят в командировке Например И они Хотят ездить С маленькими ноутбуками Типа взять с собой Матбук Хэвер Но при этом Они хотят не терять Возможности работать Офигенная тема Для таких людей Запустить где-то у себя На работе На сервере Прожектор И из браузера Работать с этим прожектором Ты просто открываешь Какую-то страничку И у тебя там Полноценная идея Со всеми хот-кемами Подсветками Клавиш Инспекциями Полное меню Все как мы привыкли видеть Все есть там Все диалоги видны Буфер обмена Буфер обмена Буфер обмена Браузерный Ничего особо интересного В этом плане Вообще ничего интересного Потому что у тебя есть Просто браузер Хитрый канвас Достаточно Канвас хитрый И на нем просто буковки Ну как буковки С фоном С твоей темой Шрифты погружаются Если у тебя свои собственные шрифты Они загружаются Из идей к тебе В браузер Как вов Наверное Или что-то такое Я забыл Стандарт браузерных шрифтов Самый лучший Мы используем его Ты получаешь Практически Native experience Что работает не так В браузере Control W Расширить выделение Что делает в браузере Закрывает вкладочку Да, это правда Это неприятник Control Q Используется для Высшей подсказки В идее Закрывает браузер Совсем Да, это правда Если мы хотим избежать этой проблемы То мы можем То у нас есть Электрон-приложение Написанное на Kotlin.js Извини, опять электрон На Kotlin.js Ко всему прочему Олег Чарухин Прям умничка И сделал А, пост, кстати, был И пост про это был Да, да, да Надо найти пост, кстати Приложить шоу Постараемся Постараемся И вот У тебя Ты запускаешь электрон-приложение Оно пустое Там есть только Список серверов Которым ты уже подключался Который запоминается То есть он суперлегковесный Ну, то есть там реально Один диалог Я не помню На реакте Или чем-то таком Ты тыкаешь в сервер Которому тебе нужно подключиться И у тебя открывается Во все окно идея Как ты ее привык видеть С меню идеи То есть как бы Меню идеи тоже отрисовывается А меню самого электрона спрятано Все хот-кей практически В электроне запрещены Ну, то есть мы их просто Отключили Там в электроне Это можно сделать Слушай, а вот это Подключение Это Оно как-то спрятано Можно ли там Какую-то авторизацию сделать Или что-то Мы этого не делали Но это как бы Поскольку это просто Там HTTPS Там нет ничего китлова Особенно HTTPS и веб-сокеты Все изменения Понятно для скорости Придутся веб-сокетами Чтобы не разрывать соединения Если ты поставишь Представить именно Jinx Или что угодно С аутентификацией То у тебя будет Обычно Ну, для современных людей Это вроде не проблема Взять и что угодно Закрыть любой аутентификацией Что еще офигенно Ты не обязан Держать все инстансы Идеи запущенными Одновременно У тебя есть разработчик Которому внезапно Понадобилось проработать Из Южной Африки Из Кении Где плохой интернет Он нажимает кнопочку Где-нибудь в твоем интерфейсе Мы этого пока что не предоставляем Может быть когда-нибудь будем И для него создается Инстанс идеи Она подключается Получает лицензию С вашего корпоративного Лайсенс сервера И он может полноценно работать Еще одна смешная штука Многие люди говорят Что идея Тормозит Это можно часто услышать Она где-то подтормаживает Что-то работает не так Смешно то, что если локально В докере запустить идею С прожектором И подключиться к ней Браузером Или электронным приложением То с моей точки зрения Я не мерил Я честно скажу Я не мерил Но мой менеджер подтвердил Что работает быстрее Потому что браузеры Много лет бьются Над оптимизацией Отлицовок всяких И как раз тут Отлицовки Тут это наконец играет Если вы сидите Под каким-нибудь Линуксом Там это текст сервер Сложный протокол Взаимодействия Все такое А здесь просто Канвасы и джейсончики Туда-сюда ходят Сериализуются Сериализуются И все такое Очень быстро И очень приятно работает Слушай Ну какая-то магия Слушай Честно говоря И мы Я еще не сказал уже Что мы-то используем Это для наших продуктов Но вы можете Это использовать Для любого приложения Написанного на свинге За некоторыми исключениями Что будет не работать Если у вас Браузер встроен В ваш свинг Тогда мы не сможем Отобразить этот браузер Придется дописывать поддержку У нас есть пример Такой поддержки Потому что У нас у самих Есть маленький браузер Markdown нужно рендерить Да-да-да Вот Для рендеринга Markdown Мы просто написали Специальный плагин К тому же прожектору Который Markdown И так в идее Рендерится в HTML Код И мы просто Пересылаем на клиента HTML-код Это на самом деле Безумно смешно Что мы опять Свалили на идею Всю сложную работу А у себя Просто отрисовали Ну я не знаю Frame там Или еще что-то Ну короче Мы просто по сути Дом у себя отрисовали Красиво Слушай Красиво Во-первых Пост Чарухина Надо будет сюда Приписать Потому что Там интересные Подробности почитать И на такой Технической теме Кажется Пора завершаться Единственное Что мы сейчас Находимся Прямо в такой ситуации Что скоро-скоро Будет конференция На которой мы Оба с тобой выступаем А конференция Это Дивупс 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 Да Соответственно По шестое число Наверное Да Она наверное Длится типа Со второго По шестое Наверное Как-то так Декабря Да Декабря Еще не поздно Купить билеты Да И можно будет Это сделать Соответственно Ссылочка тоже В шоу-нотах Пожалуйста Приходите Я там буду И соответственно Паша Мы вместе выступаем Просто в разных В разных слотах В разных слотах Ты рассказываешь Про Сервер Лес Конечно А я рассказываю Про МЛОпс Воскольку Это мне сейчас Более-менее близко И меня попросили Честно говоря МЛОпс Узнаете что такое Это Как раз Ознакомительный доклад Чтобы все могли прийти И понять что это такое После этого я выступаю На конференции Смарт-дата Мы ее уже упоминали Тоже про стены Про МЛОпс Да А я Чтобы было понятно На Дивупс Выступаю Не просто С сервер Лес А тем Как сервер Лес Может помогать Дивупс Разработке Ну точнее Разработке Которая Так сказать Вокруг Обмыта Так сказать Дивупс Процессами Скажем так Да Ну на этом На этой ноте Скажем так что хотели Да Похоже пора Закругляться И мы завершаем Выпуск этого подкаста Прощаемся с вами Уважаемые подслушатели Подписывайтесь на наш Телеграм канале Которая ссылочка есть В шоу нотах Или подписывайтесь На ютуб канале Чтобы не пропускать Соответственно Наши выпуски А на этом все Пейте кофе Пишите джава До скорых встреч Пока-пока Пока-пока Выпуск этого подкаста Выходит при поддержке Патронов Александр Кирюшин Алекс Маликов Федор Русак Игорь Кополь Лео Копанин Михаил Гайдамака Никабуру Василий Галкин Павел Дробушевич Павел Ситников Сергей Киселев Сергей Винярский Сергей Жук Спасибо вам большое Уважаемые патроны А вы Уважаемые подслушатели Можете стать Патронами Приходите на И поддержите выпуск этого И других подкастов